Александр Ходоковский, бывший командир Донецкого подразделения Альфы, секретарь Совета Безопасности ДНР, основатель и командир бригады батальона «Восток». За что, собственно, человек с позывным «Скиф», сейчас, если не дай бог, обострение, встанет в строй, опять возьмет в руки оружие, за что будет воевать или не будет воевать? Оружие, Юра, извини, пожалуйста, что не дал тебе так докончить. Вот оно здесь, да, висит на поясе, другое и еще какое-нибудь стоит там, где положено в сейфе. А что поменялось-то, собственно говоря, с 2014 года? Поменялось только одно – осмысление тех мотивов, которые нас так двинули в какую-то кашу в это все, да? То есть произошло, ну, наверное, взросление как-то внутреннее. Тогда мы ведь вот все такие на пассионарности, на таком каком-то подъеме. Я говорил про свечение отраженным светом. Так вот, мы носили в себе какое-то свое внутреннее начало, которое нами руководило. А болтали мы, будучи увлеченными вот этим вот свечением. Мы говорили, мы там высокие вещи произносили, мы там толкали какие-то… Я и сейчас не уверен, что я до конца искренен, вот на самом деле. Я не знаю, сколько во мне ролевого поведения, сколько во мне там вот этого наслоения уже там человеческого, а сколько… Вот, может быть, где-то я один на один с собой, да, со всеми своими внутренними рефлексиями там искренен. А вот сейчас я не уверен, но хочется быть искренним. И через призму этой попытки я могу сказать, что мы, да, носили в себе достаточно сильные мотивы. Озвучить мы до сих пор не смогли. То, что мы наболтали, во многом соответствует, конечно, но это как вот обертка на конфете. Когда ты смотришь на конфетку Маши и Медведя, ты не до конца понимаешь, только по памяти, по вкусу, когда ты это ел, из чего состоит эта конфета там, да, условно говоря. Так и здесь. Все, что мы болтали, оно, конечно, отражает наше внутреннее содержание. Но сейчас вот, когда мы пережили уже разные фазы за эти 7 лет, ну, даже если взять мою биографию этих последних 7 лет, там, чего только не было. У меня там штуки 2 или 3 бумаги валяются, которые мне выдали на границе, что я не въездной в Россию, мне отказано въезжать в Россию. Потом меня не пускали из России сюда, когда я туда в конце концов прорвался. И там в течение больше года я не мог сюда на территорию заехать. Я вынужден был вызывать своих офицеров. Вот в Новошахтинск, куда-нибудь в Ростов они приезжали. Мы там даже годовщину патриотических сил Донбасса в Ростове в каком-то там, не знаю, там подходящем здании отмечали, потому что я не мог только сюда заехать. Из одного меня тут волокли туда там сотни человек. А, кстати, на улице я рядом с Ростовским управлением ФСБ, как ни странно. Наверное, специально подгадали, чтобы легче контролировать было. Так вот, казалось бы, были какие-то там ситуативные взлеты, были какие-то нагрузки, я не скажу падения. А что такое падение? Падение – это когда ты вот был кем-то, стал не кем, да? А кем я был тогда? Я был человеком с автоматом в руках. Я так и остался человеком с автоматом в руках. Ко мне пришли люди. Я в силу того, что имел, ну, по принципу, кому больше дать, и нас того больше и спросится, имел больше опыта, больше знаний, больше понимания. Я их структурировал. Я же не вложил в них, в головы их мотивы. Их мотивы просто были созвучны моим, а я просто приложил свои организаторские способности для того, чтобы, ну, сделать этих людей максимально эффективными, создав из них какое-то подразделение. Так вот, ну, я-то каким был, таким и остался. Являюсь носителем этих знаний, этого опыта, умножив это в какой-то степени. Но самое главное, я функциональная единица о двух ногах и двух руках и о каких-то рефлексах, которые я за свою долгую военную практику, там, не военную, а спецназовскую, приобрел. И я носитель того, что всегда сидела, наверное, еще с подросткового возраста во мне, но я по-взрослому смог это оценить вот только сейчас, когда я себя вдоль и поперед исследовал на предмет того, сколько во мне было ложного и ситуативного в моих этих порывах, а сколько было настоящего, я пришел к выводу о том, что, ну, я не мог подвергать свою собственную жизнь, жизнь очень близких мне людей, жизнь моих друзей, вновь обретенных друзей, только потому, что я вот что-то подхватил, там, кто-то бросил клич про русский мир, и мы тут раз увлеклись этой идеей. Нет. Это наша земля. Раз. И не просто потому, что у нас какой-то такой очень развитый региональный патриотизм, а потому, что наша земля – часть огромной земли. Но здесь не в просторах территориальных, ведь дело, есть же такое выражение «ойкумена», да? То есть я не в буквальном смысле сейчас говорю, но есть какое-то пространство, которое наполнено не только черноземом и той флорой, которая там растет, и живностью фауны, которая там бегает, но еще каким-то духом, каким-то смыслом. Сейчас это достаточно пафосно звучит. Но если тихо, по-простому, по внутреннему, сердечному своему состоянию и отношению к этому – это твоя Родина, да? Это твоя Родина. Я понял одно, что… И опять же, простите меня за этот пафос, что мы все-таки истосковались, на самом деле, по этому понятию, все эти годы этой так называемой независимости. Потому что мы имитировали тогда Родину. Присяга, не присяга, клятва, не клятва. Мы вроде служили, я просто объясню, как я это воспринимал, чтобы устранить этот внутренний конфликт, этот диссонанс внутренний, что я служу и принимал присягу стране, которую я не то чтобы не люблю, но я ее не считаю каким-то образованием, которое имеет корни. Вот смотришь летом на какой-нибудь пустынный участок, там перекати поле, катится, вот катится. Куда ветер дует, туда оно и катится. Вот Украина – это вот это перекати поле, которое катится ровно туда, куда дует ветер. И все, корней нет. А как же ты это служишь, если ты не веришь в это, почему ты ему служишь? А вот тут включается вот этот региональный патриотизм, опять же. Я сижу вот здесь, в этом месте, в этом кресле этого не было, а стол этот уже фиг знает сколько, этот кабинет уже фиг знает сколько существует, я в нем провел уже там не один десяток лет, и я считал всегда, что я вот этим людям, носителем постсоветского мышления, советского мышления, любого другого, я служу вот этим людям. Выполняя свои функции, свои задачи, вот та же узкая такая специализация, борьба с терроризмом, вот на этом поприще я служу этому обществу, защищая его от этой угрозы. И во мне тогда конфликт этот каким-то образом иссякал, я понимал прекрасно, что служить людям – это достойно, это правильно. Так вот, когда вся эта история случилась, мы служили людям. До нее мы служили людям, я, другие. Во время ее и сейчас, как бы это ни звучало там помпезно, тем не менее, мы служим людям. И вот мне есть и смысл, и задача, и ответственность, и обязанность оставаться здесь и принимать участие в событиях, независимо от того, что я на сегодняшний день, никто и зовут меня никак, никакой не секретарь Савбеза, не министр МГБ, так, только такой. Создатель, основатель бригады Востока, словно говоря, вроде бы как и с меня все мои официальные ответственности сняты, но моя личная человеческая ответственность, она в этом и заключается. Вот они есть люди, пацаны есть, с которыми мы пойдем в бой, которые верят в меня, которые читают про меня какие-то вещи разные, дискредитирующие, но в то же время они же со мной не бросили меня. Какое право иметь бросить их? А вот эти люди, которых мы поставили на грань выживания, ну это же мы их поставили. При их поддержке, здесь же всегда важно понимать, общество своей реакцией на происходящее тогда, в 2014 году, своим участием в этом референдуме, оно же ведь нас призвало, мы же часть общества, которое вышло на защиту этого общества, ну как всегда это происходило, вот дружина, вот князь, вот дружина, вот воевода, вот хлебороб, который кормит князя, дружину, воеводу, эти должны добывать хлеб насущный, эти должны служить интересам хлебороба, да? Так вот и здесь, вот мы выделены обществом, воплощать в жизнь задачи этого общества, оно нас мотивировало, оно нас обязало, а сегодня, когда, например, кто-то выделяет нас в отдельную касту, и общество как бы начинает сторониться, говорит, не-не-не, ребят, эти вы что-то там придумали, мы, конечно, посочувствовали, но мы же не думали, что все будет вот так, не, ребят, так нельзя, мы глядя на, если бы у вас вышло три коллеги, две чумы на улице, если бы на референдум никто не пришел и не сказал, ребята, доведали мы в гробу от Киев, мы хотим, так скажем, жить своей собственной жизнью, если бы вы, если бы вы не продемонстрировали свое состояние на тот момент, мы бы, может, и не стали бы ради трех коллег выходить с оружием в руках и устраивать здесь войну, нет, мы видели, как себя вело общество, и только в интересах общества мы вышли, и теперь продолжаем это делать.